Друзья, приветствую! Готова наслаждаться величием. После введения европейских санкций, самолеты в России начали ломаться в три раза чаще. И вот подоспело импортозамещение. Россия теперь начнет закупать запчасти для самолетов в Пакистане и Эфиопии. Сообщение матери мобилизованного сейчас разлетается по каналам. Она ответила на прямую линию Путина, посмотрела и не выдержала этого потока. Сегодняшняя прямая линия с президентом стала плевком в душу женам и матерям мобилизованных. Нас сотни, нас тысячи. И все мы писали, писали, задавали вопросы, просили, умоляли услышать нас. Все, о чем мы просили, это боль, это крик, это открытая рана, в которую сегодня просто потыкали палкой, пошерудили ее. Что касается здоровья, они вообще лишены каких-либо прав. Их недолеченными отправляют на фронт. Мы вообще требуем, чтобы каждого мобилизованного, который получил тяжкое ранение, комиссовали. Ты что, ты жрашка, назад нахуй. А не так, как у нас сейчас выборочно, очень смешные нормативы. Если тебе отребали метрки, то тебя комиссуют. Если 99 сантиметров, ты пойдешь обратно вбать. И таких случаев тысячи. Прямая линия с президентом, говорит, это просто плевок в душу семьям мобилизованных. Да нет, не только семьям мобилизованных. Есть стоп-кадры, да, с экранов, где наши вопросы были. И дело в том, что, знаете, и там были всякие вопросы, почему ваша реальность отличается от нашей реальности, да. Как нам переехать в Россию, которая, значит, транслируется по федеральным каналам, когда будут заменены мобилизованные, да. То есть все это... А ответов нету, блядь. Все эти вопросы мы видели, они, естественно, слушайте, как-то очень интересным образом не замечаются, да. Активистка подтверждает, что вопросы на прямую линию по-настоящему задавались, скидывали смс-ки. Причем какие-то вопросы проходили в эфир, несмотря на сообщения в телеграм-каналах, что это заранее заготовленные сообщения, все-таки показывали на тему «Путин уходи». Но нет, она эту информацию подтверждает, и, мало того, также удивлена, что ответа не последовало. Ну, если честно, знаете, у меня такое ощущение, вот одно, театр абсурда. Вот просто... Блядь, сейчас страна, театр абсурд. Становочный спектакль. Дело в том, что, понимаете, я знаю уже, и мы уже это обсудили, многие мобилизованные ждали хотя бы хоть чего-то, хоть как-то. Они вообще в шоке о том, что, ну, умолчали, как смогли. Если у нас 14 героев России среди мобилизованных, значит, они могут дальше продолжать вылезать, да? Все хорошо. Только единственное, что им осталось сделать, не просто ребенок, что им осталось сделать, это умереть, для того, чтобы Родина была счастлива. Да. Для полностью, так сказать, оценки их героизма. Слушайте, ну, это вообще-то, конечно, да, это круто. Ну, я сейчас, так понимаю, у многих девочек окончательно спадут розовые очки, сейчас они с них падают, разбиваются, вот, сейчас они отрыдаются, и мы начнем дальше действовать. У нас, понимаете, у нас варианта нет, у нас за спиной только наши мобилизованные, это кому-то нравится или нет, я так понимаю, что это многим не нравится, ну, значит, я думаю, что теперь уже как бы один рубеж, который ждали все семьи мобилизованы, что президент что-то скажет о нашей проблеме на горячей линии, он пройден. Очевидно, что про нас не только не хотят говорить, про нас намеренно замалчивают. Это уже просто саботаж от власти, да, и как бы, ну, все понятно, значит, надеяться уже не на что, надеемся только на себя. Почти два года прошло с 24 февраля 22 года. Россиянки, которые раньше думали, что их хата с краю, поняли, что она оказалась на очереди, и очередь до них как раз дошла. Что очередь дойдет до каждого, мы говорили и ранее, просто очень часто в это не хочется верить, и многие пытаются зарыть голову в песок. Ну и потом получается, как в известной цитате, если не доходит через голову, то дойдет как-то по-другому. Тем временем Центробанк поднял ключевую ставку еще выше, с 15 до 16%. Это решение, естественно, еще дороже обойдется гражданам. Тот, кто хотел обновить автомобиль или, может быть, приобрести квартиру и ипотеку, этим людям остается только посочувствовать. Но мало того, оказывается, у ЦБ также дефицит кадров. Люди из страны куда-то делись. Проблема с дефицитом кадров. Да, у нас тоже есть определенный дефицит кадров, высококвалифицированных, прежде всего, айтишников, потому что мы не только весь финансовый рынок переходит на цифру, и Центральный банк старается переходить на цифру. Это связано с большим объемом подготовки новых программ собственных. Конечно, мы испытываем кадры. Каких нахуй собственных? Дефицит кадров. Ну, например, дефицит кадров в области информационной безопасности, то есть он по всему рынку, поэтому мы это испытываем. Как решать проблему кадров? Действительно, это сейчас ограничение для дополнительного расширения производства, поэтому наша политика, она влияет на спрос. Россия дошла до той точки, в которой оказалось, что не хватает мужиков не только на заводах, а еще и в эти сфере кадров не хватает. А может быть, кадров не хватает по той причине, что эти кадры уже давно получили медали за взятие верхнего Ларса? И сейчас вот эти самые специалисты работают на благо других стран. Все почему? А потому что Россией управляют очень грамотные управленцы. И вот он, кстати, один из этих управленцев. Вячеслав, в простонародье голубые дали, стоит только догадываться, почему так, рассуждает на важную для россиян тему. Давайте договоримся, что за вопросы цен, стоимости потребительской корзины у нас отвечают три профильных комитета. Поэтому вот если только у нас ситуация возникает на потребительском рынке, растут цены, ничего личного, уважаемые коллеги, все трое. У вас с яйцами все нормально? Значит, и у людей должны быть. Решение будем принимать. Сидит полтысячи миллионеров и миллиардеров и похихикивают. Смешно им, видите ли? Семиклассники в математике над многочленами смеются. Депутаты далеко от семиклассников не ушли. Интересно, если бы реальных людей запустили на это заседание, как думаете, что было бы? Выбрать можно из двух вариантов. Закидали или оторвали. А софет, так же, как и Госдуму, очень часто преследуют умные мысли. Россиянам и так после каждого похода в магазин требуется капельница. А здесь софет и вовсе предложил ограничить импорт фруктов и овощей в страну. Почему? А потому что иностранные партнеры, оказывается, сильно дешево россиянам продают эти товары. Нужно еще цены поднять. Ограничить импорт всех фруктов и ягод предложили в Совете Федерации. Иностранные поставщики намеренно занижают цены в нашей стране, чтобы избавиться от российских конкурентов, уверены сенаторы. Из-за этого маленькие фермерские компании вынуждены закрываться, что негативно сказывается на развитии всей сельскохозяйственной отрасли. Кроме того, в последние несколько лет себестоимость выращивания фруктов значительно выросла, поэтому аграрии все чаще предпочитают высаживать другие культуры. Чтобы поддержать отечественных производителей, сенаторы предлагают запретить иностранцам ввозить больше фруктов и ягод, чем производится в нашей стране. Иностранные поставщики специально делают цены ниже, чтобы навредить россиянам. Не дают российскому производителю задирать цены еще выше. И Совет хочет запретить это безобразие. А то и что думали цены занижать? Пока яблоки не станут продаваться по цене икры, ни Совет, ни Госдума не успокоятся. Ну а это полюбуйтесь на храбреца. СМИ выпустили расследование про приморского губернатора Кожемяка и рассказали о яхте, которая стоит более миллиарда рублей. Ну и вот она, реакция губера. В командировках немножко читал эти иногенские помойные сайты, то есть о том, что там есть яхта. Яхта, конечно, красивая, но точно не моя. Яхта красивая, но точно не моя. Посмотрите, как глазки-то загорелись. Не-не, сто процентов, не моя. Но красивая. Это просто мои знакомые. Под мой вкус выбирали. То есть это моих близких людей. Нет-нет, яхта не моя. Это яхта близких людей. Яхта оформлена на мою бабушку. И, безусловно, мне больше нравятся более маленькие катера, которыми можно поуправлять самому. Это первое. Второе. Ну, насколько я знаю, что она приобретена была... Было трехтышей катера еблять. Ребятами в 21-м году, если не в 20-м. Поэтому как-то странно вообще слышать какие-то рассуждения в отношении СВО от этих иностранных агентских сайтов. Яхта? Нет, яхта не моя. Это мне и на агенты подкинули. Яхта вообще других людей. А у российских чинуш ничего нет. У Кожемяка нет яхты. Это яхта сына маминой подруги. У Путина дворца нет. Это апарт-отель Ротенберга. Живут бедные, лаврушку без соли доедают. Есть такое поверье у нас в стране. Даже два. Первое. Если ласточка летит хвостом вперед, это к понижению цен. Ну и второе. Если российский чиновник вдруг скажет правду, то страна развалится. Наверняка многие уже слышали про нашумевший сериал «Слово пацана». Может быть, кто-то его уже даже смотрел. Но вот какая любопытная информация появилась по поводу этого сериала. Может быть, многие из вас уже слышали, что сериал стал настолько популярным, что школьники начали копировать героев этого сериала, ну и творить всякое. А естественно, все, что у людей становится популярным, на это начинают заглядываться чиновники. Потому что не может какой-то сериал быть популярнее, чем прямая линия Путина, например. Ну и вот, судя по всему, добрались шаловливые ручки. И режиссер сериала Жора Крыжовников вместе со сценаристом Андреем Золотаревым решили сделать, по их словам, последнюю серию еще круче. Странно, кстати, что сериал вообще не пересняли. Привет, я Андрей Золотарев, автор сценария «Слово пацана». Это Жора Крыжовников, режиссер, сценарист и продюсер «Слово пацана». Добрый вечер. Мы знаем, что в сеть утекли и седьмая, и восьмая серии. Утекли в таком состоянии, что нам просто жаль зрителей, которые это смотрят. Это грустно, ужасно. Да, на кухню ресторана забежал какой-то человек, схватил сырые продукты, непочищенный картофель, грязную морковь, недожаренное мясо. И вынес это людям и говорит, это вот оно, это блюдо. Это не так. Это не готово. А восьмую серию мы пересняли, потому что вместе с вами прожили, проживали эти серии. В районе там третьей поняли, что мы хотим закончить эту историю иначе. И это, я вам не скажу, что это было легко сделать, переснять. В районе третьей серии нам позвонили из ФСБ и сказали, что серию обязательно нужно сделать еще интересней. Так что финальная серия будет еще острее и эмоциональнее. В ней, судя по всему, покажут выборы президента России. При допуске туда настоящих кандидатов. Вот это, конечно, будет кинцо. Ну и новости геополитики, великих побед. Первая новость поступила с юга. Грузии предоставили статус кандидата в Евросоюз. И жители Грузии, судя по приведенной статистике, очень этому рады. Почему-то с доброй, щедрой и хорошей Россией они сближаться не хотят. Ну и вторая новость. На днях 18 декабря Финляндия подпишет США соглашение о сотрудничестве в области обороны. После этого американские войска смогут быстро попасть в Финляндию для оказания ей помощи, в случае, если вдруг кому-то взбредет в голову Финляндию освобождать и заявлять об исконно русских территориях. До 24 февраля в Финляндии разговоров-то особо не было, чтобы в НАТО вступать, чтобы там какие-то базы американские были. Ну а сейчас, как вы знаете, Путин всех переиграл. И теперь американские базы будут еще ближе к России. Кстати говоря, в ЕС начали переговоры еще и с Украиной, и с Молдовой о вступлении в Евросоюз. Ну а следующее видео бездуховное и бескрепное. Любителям традиционных ценностей лучше отойти от экранов. Американка нашла на помойке возле магазина стайлер, дайсон, духи, крема стоимостью по 200 евро или по полторы пенсии российских пенсионеров. И многое другое прямо в закрытых коробочках. К слову сказать, одна из находок, это стайлер дайсон, стоит в России примерно 70-100 тысяч рублей. И о чем это видео нам говорит? Ну, во-первых, о том, что американцы тоже копаются в помойках, поэтому копаться в помойках в России, это нормально. Ну и во-вторых, американцы, конечно, бездуховно находят все эти вещи. Крема по 20 тысяч рублей, духи, фены. То ли дело наши, российские пенсионеры. Находят там только стабильность и процветание. Друзья, при... Продолжение следует...